Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами поведем речь про неукрованные сорта винограда. Как правило, начинающие виноградари и те, кто только хочет что-то посадить на своем участке, как раз-таки ищут такие сорта. И у большинства это становится основным критерием выбора. Ну, им кажется, что укрывать это тяжело, это как-то сложно и можно облегчить себе труд. Но что я вам должна сказать? Что неукровных сортов на самом деле не бывает. Есть неукровная культура. То есть так, как мы выращиваем этот самый виноград. Если мы поедем в теплую страну, там весь виноград будет неукровной. Потому что у них теплые зимы. И даже несмотря на то, что этот виноград не сильно выдерживает морозы, он выращивается в неукровной культуре. Потому что там тепло. И как только мы начинаем продвигаться на север, у нас появляется потребность этот самый виноград укрывать. И тут вы мне можете возразить, ну, на упаковке же или в описании какого-то сорта указано неукровной. Да, его можно выращивать в неукровной культуре, но в каком именно регионе? Во Франции все выращивают, в Германии там тоже все выращивают в неукровной культуре. В южной части России тоже можно ничего не укрывать. Там, конечно, тоже разные могут быть зоны. Но если мы берем там уже среднюю полосу, или Подмосковье, или еще севернее, там уже совершенно другие условия. И сорт, который у кого-то был неукровным, станет укровным. То есть мы говорим именно о культуре. Укрытие, либо неукрытие. А то, что написано на упаковке, ну, ориентироваться на это не стоит. На что ориентироваться можно? Вообще, ну, надо различать два понятия. Зимостойкость виноградной лазы и морозостойкость. Эти понятия разные. Морозостойкость – это то, что генетически заложено в самом сорте винограда, ну, или в гибридной форме. И это то, что мы можем встретить в описании. То может быть там минус 18, минус 23, минус 25, минус 30. То есть какая-то вот такая цифра. При этом вы должны понимать, что вот эта цифра говорит о том, что при такой температуре половина почек погибает. То есть, понимаете, это не значит, что он полностью переживет такой мороз. А половина почек останется жива. Что же такое зимостойкость? А вот это то, как наше конкретное растение переживет нашу конкретную зиму. И вот это вот понятие морозостойкость и зимостойкость, они далеко не всегда равны. Дело в том, что на зимостойкость влияет очень и очень много факторов. Возраст растения. То, как вы за ним ухаживали. То, как оно подготовилось к зиме. И в том числе, как долго влиял вот этот фактор мороза. И в какое время. Что здесь важно понимать? У виноградной лозы есть два периода покоя. Первый покой физиологический. Опал листик, растение ушло в спячку. А вторая часть это покой вынужденный. По времени, насколько я помню, физиологический покой, он где-то до января длится. А потом у нас все еще холодно. И покой лозы вынужденный. Так вот, в вынужденном покое зимостойкость очень сильно снижается. И даже если у нас в описании сорта, например, написано минус 23. Кратковременное понижение температуры, вот до этих показателей в декабре, наша лоза вполне может выдержать. А уже в феврале может даже минус 20 не выдержать. Или более высокую температуру. Потому что оно уже находится в другом состоянии. Там уже начинаются определенные физиологические процессы. И поэтому растение становится не настолько устойчивым, как в начале зимы. И вот это очень важно понимать. Кроме того, влияет еще то, насколько долго вот эта самая температура держалась. Если это там одна ночь, кратковременное понижение температуры, это одно. Если это неделю держится, это другое. Если при этом у нас еще ледяной ветер иссушающий, опять же, этот фактор тоже будет влиять. То есть на то, как перенесет наша лоза зиму, вот на эту самую зимостойкость, может влиять очень-очень много факторов. Если у вас растение даже с супер морозостойкостью, да, там минус 30, для некоторых указывают и минус 35 в описании сорта. А вы за ним не ухаживали, вы его перегрузили, и оно в зиму шло такое больное, слабенькое. То оно может даже гораздо более высокие температуры просто не перенести, потому что оно ослабленное. То есть факторов, которые влияют на то, как растение перенесет зиму, очень много. И ориентироваться только на ту цифру, которая указана в описании сорта, не следует. Что еще важно? Многие американские сорта, вот у них эта цифра, как бы, ну такая, очень привлекательная. Где-то и минус 30, где-то и минус 35. Но тут такой момент. Не претендую на стопроцентную истину, но есть информация, что вот эти температуры замеряются, когда лоза лежит под снегом. А это тоже укрытие, на самом деле. Снег вообще одно из самых лучших укрытий. А если мы вот эту лозу при таких морозах оставим на шпалере, да, или на перголе, то большой вопрос. Перенесет ли она вот эти морозы и эту зиму? Ну, я скажу, по прошлой зиме были достаточно сильные морозы, зима откапала. Суровенькая. И многие виноградари делились своим опытом, что все-таки померзли лозы. Те, которые, казалось бы, обладали достаточной морозостойкостью. Ну, напомню, да, что кроме того, что у нас указано в описании сорта, на виноград действует еще множество факторов. И тут вы мне можете возразить. Ну вот, там же у кого-то вот растет много лет куст, и ничего ему не делается. Да, такое бывает. Тем не менее, я тоже знаю несколько случаев, когда вот такие кусты многолетние, которые много-много летние, кто там ничего не укрывал, ничего с ними не делал. Вдруг после какой-то зимы вообще ничего. То есть куст погибает. О таких случаях я знаю. И это, казалось бы, очень устойчивая альфа ко всем неблагоприятным воздействиям. Тем не менее, это может быть. Предполагаю, что кто-то из вас сейчас приумыл, потому что вы собирались выращивать виноград в неукровной культуре, и укрытие не входило в ваши планы. Кто-то уже что-то выращивает, либо растет у соседа, есть положительный опыт, и вы тоже считаете, что все, что я говорю, это не совсем правда. И все может прекрасно расти. А самое главное, что я хотела до вас донести в этом видео, что неукровных сортов не бывает. Бывает неукровная культура и два разных понятия – морозостойкость и зимостойкость. Вот это наше паспортное описание – морозостойкость, зимостойкость – это то, на что мы влияем. И действительно, вполне условия могут сложиться так, что ваши сорта, которые вы выбрали, будут прекрасно переносить те зимы, которые у вас будут. Все будет замечательно расти и давать вам хороший урожай. Но, важно, вот что я хочу подчеркнуть, может быть, этого с вами никогда и не случится, и я бы даже вам этого желала. Но, может произойти такая ситуация, что какая-то придет зима, такая непонятная, с сильными перепадами температур, какими-то еще неблагоприятными условиями в виде, например, ледяного и ссушающего ветра. И ваш кустик выйдет из зимы плохо. Ситуация произойти может. И на 100% вам гарантировать, что этого не произойдет, не может никто. Я много раз рассказывала ситуацию из нашей практики, когда мы тоже решили, что вот у нас эти определенные кусты, с хорошей морозостойкостью мы их укрывать не будем. Один год, одну зиму мы, правда, положили их на землю, и они прекрасно перезимовали. Ну, на второй год мы осмелили, оставили все на шпалере, и результат был печальный. Вот на тот момент я тоже рассказываю каждый раз про этот куст. Агат Донской у нас сидел, и он вымерз вообще ровно с земли, хотя у Агата Донского должна быть достаточно хорошая морозостойкость. Тем не менее, при том это был не молодой куст, он уже у нас плодоносил, даже, мне кажется, сезона 2, но ровно с земли вообще все обнесло. Другие кусты, ну, какой-то там маленький урожайчик был, но очень скромный. И вот я просто помню себя в этот момент, когда наступает весна, только-только сезон начинается, а урожая ждать не приходится. Очень обидно. По крайней мере, для меня это были мои эмоции. Теперь мы не рискуем, потому что часто у меня спрашивают, что вот это, вот это вы укрываете, вот нож вроде с хорошей морозостойкостью. Да, мы укрываем все, мы рисковать не хотим. Ну, это был наш опыт. Мы теперь не рискуем. Рисковать, либо не рисковать вам, это решение вы уже принимаете сами. Единственное, помните, что для того, чтобы виноград зиму пережил хорошо, за ним надо немножко поухаживать. И еще важный момент, когда кустики молоденькие, вот первых пару лет, все-таки старайтесь их укрывать. Дальше уже смотрите по ситуации, по вашему климату, по вашим зимам, по вашему участку. Вы это знаете, как никто другой лучше. Поэтому вам на месте принять это решение гораздо проще. Но первые годы, хотя бы там годик-два, все-таки желательно кустику немножко помочь. Тогда он станет крепче, и уже выносить неблагоприятные условия ему будет гораздо легче. Ну, помните, что вы влияете на то, как виноград перенесет зиму, и можете ему несколько помочь. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!